Здравствуйте! Вы смотрите программу Управдом. В студии ее ведущий Владимир Казанин. Вместе с вами наша редакция решает ваши жилищно-коммунальные проблемы. С какими вопросами обращались имячи на прошлой неделе? Смотрите сегодня в выпуске. Люди не могут найти общий язык друг с другом, а страдает дом. Почему так? Проход на улице превратился в полосу препятствий, когда коммунальные службы наведут порядок. Ну вот полосу препятствий напоминает один из дворов на улице 20-го портсъезда. Три недели назад там отремонтировали теплотрассу. Трубы раскопали, заварили, но закапывать не торопились. Всегда так. На дорогах остались ямы глубиной полтора метра и кучи земли. Опасную зону огородили. Но в сумерках ленты и легкие переносные заборы не спасают. Одна из местных жительниц чуть не провалилась яму. Жалобы в коммунальные инстанции результатов не приносили, пока в ситуацию не вмешалась наша съемочная группа. Это недели три уже стоит? Я уже рассказала. Пока выясняли. Сколько можно? Жильцы домов на улице 20-го портсъезда возмущены грязью и ямами, оставшимися после ремонта теплотрассы. Коммунальная авария произошла здесь 1 октября. Без отопления остался целый микрорайон. Коммунальщики раскопали трубы, устранили течь и через пять дней отопление вернулось в квартиры местных жителей. Но последствия аварии рабочие устранять не спешили. Местные жители жалуются, трубы оголены и значит отапливают улицу. А ямы и горы земли превратились в полосу препятствий. Женщина чуть не свалилась в эту яму, вот буквально вот здесь, с этой стороны. Вроде когда здесь огорожено ленточками, но при всем при этом, при желании можно. Дело в том, что у нас еще полный двор детей. Понятно, что дети гуляют с родителями, но в общем-то есть повод для беспокойства и о детях тоже. Ямы глубиной полтора метра раскинулись почти на всю проезжую часть. В результате, жалуются местные жители, уже три недели к их санитарной площадке не может подъехать мусоровоз. Вокруг гниют горы отходов, а мечи опасаются, при необходимости газовая служба тоже не сможет подъехать к газгольдерам. А если газ закончится и приедет газовая компания загрузить, посмотрите, есть возможность ей проехать? Никакой. Значит, весь квартал остается без газа. Местные жители пытались выяснить, когда коммунальщики завершат работы на теплотрассе, но ответ они получили ни в одной инстанции. Звоню каждый день, звоню в управляющую компанию, мне отвечают, что в ПТСК не хватает рабочих, не хватает техники, чтобы закопать яму. И сроков не называют? И сроков не называют. Говорят, потерпите. Вот опять же, ваше обносило телевидение. Отсутствующие три недели коммунальщики появились на 20-го партсъезда аккурат в день визита нашей съемочной группы и начали изолировать теплотрассу. Тепловые компании уверяют, это не совпадение, а четко спланированный график работы бригады. Сначала они устраняют все аварии в городе, потом восстанавливают объекты. Сначала задача подключить всех, поэтому, закончив работы на участке, например, 20-го партсъезда 29, у нас действительно люди идут на другие участки именно для обеспечения теплоснабжения. Когда все потребители обеспечены теплоснабжением, мы выполняем уже работы по тепловой изоляции и обратной засыпке. Пока наш материал готовился к эфиру, жильцы домов на 20-го партсъезда сообщили, коммунальщики закопали ямы. Тепловые компании обязуются до конца года засыпать поврежденную дорогу щебенкой, а до июня 2023-го восстановить на проезжей части асфальтовое покрытие. Здесь мы оперативно помогли. Жильцы дома номер 30 на красном пути обратились в нашу редакцию с другой проблемой. Они решили сменить управляющую компанию. Обычно такая инициатива исходит от старших по домам. Но в данном случае, как говорят жильцы, уполномоченный представитель собственников препятствует решению соседей и даже таскает их по судам. Почему так называемая старшая по дому отстаивает прежнюю управляющую компанию, выясняла наша съемочная группа. Посмотрите. Лифт два месяца не работал. После того, как собрание провели, о смене управляющей компании, через два дня он начал работать. Но договор с лифтовой компанией никакой не заключен. Поэтому, если кто-то застрянет, это нужно МЧС только вызывать. А было такое, что застревали? Ну, вроде было. Я сам лично не видел, но говорят, что было. Но я слышал вообще-то, кто-то застрял. Как его вызволяли, я не видел. Ну, кто-то там стучал. По ремонту, вот, три года назад провели косметический ремонт, уже, видите, все, начинает отваливаться. Это мусоропровод. Четыре месяца уже вот клапан отвалился, так и все лежит. Уже четыре месяца прошло. Никто ничего не делает. Окна на следующем этаже, там, вместо стекла, забиты фанеры. К списку жалоб на работу управляющей компании Омской ЖКХ жильцы дома номер 30 на Красном Пути добавляют отсутствие влажной уборки в подъездах, аварийное состояние детской площадки, грязь и мусор на придомовой территории. Столько бутылок, вот в центре города мы находимся. Ни уборщика нет, ни сборника. Недовольны качеством услуг обслуживающей организации и арендаторы офисных помещений, расположенных в пристройке к дому. Мы не можем попасть в подвал для снятия показаний водомера в связи с тем, что постоянно меняют замки. Постоянно остаёмся без холодной воды, что для торгового офисного центра недопустимо. Оплату за ремонт берут налом. Чеки не дают, только приходные ордера. А это нарушение закона. Собственники квартиры и офисных помещений уверяют, исправно оплачивают квитанции за содержание жилья, но регулярно обнаруживают в них задолженность. Мы сходим с ума, откуда берётся, где факты, где все долги. Это ужас. Прошу, может, куда эта цифра? А нам сказала, Наталья Олеговна, вот так написают. По словам жильцов, они не только не могут добиться ответов на свои вопросы от директора управляющей компании Омской ЖКХ Натальи Алексеевской. Обслуживающая организация даже не реагирует на заявки в аварийных ситуациях. Например, вместе с отоплением в квартире Валентины Пескуновой появился раздражающий свист. В течение трёх суток я вызываю их каждый день. Звоню Антонине Максимовне, нашей старшей, никто не приходит и не реагирует. По словам жильцов, дозвониться в управляющую компанию невозможно, а наносить визиты не имеет смысла, оказываешься у закрытых дверей. Приходишь, вечно у них эти двери закрыты, прячутся. Вместе с одним из жильцов дома наша съёмочная группа отправилась в управляющую компанию Омской ЖКХ. Вот они здесь находятся, но табличек нет никаких. Да, ни таблички, ничего. Ещё нужно попытаться найти управляющую компанию в огромном офисном здании. Ну вот пятница с 10 до 5, время 10.39, закрыто. Там кто-то есть? Да. Там кто-то есть? Здравствуйте. Здравствуйте. 12 канал, а что-то у вас закрыто в рабочее время? У нас приём идёт с 3 до 5. А можно нам кого-то... Руководства нет. Впрочем, удостовериться в отсутствие руководства нам не удалось. В помещение диспетчер нас не пустил. С таким подходом к работе сомнения о мечеве и способности Омского ЖКХ выглядят вполне обоснованными. Активизироваться обслуживающую организацию заставило решение жильцов сменить управляющую компанию. Собственники организовали общее собрание, но сотрудники Омского ЖКХ решили оспорить этот протокол в суде. Суд обслуживающая организация проиграла, но тут в дело вмешалась старшая по дому Антонина Щербина и подала в суд на соседей, обвинив их в подделке подписей. Было собрание общее и больше 50% подписалось, но Щербина говорит, что это неправда. Антонина Щербина уверяет, соседи протестуют против управляющей компании Омской ЖКХ незаслуженным. Кроме этой компании никто столько не сделал, сколько эта компания сделала. Если они так хорошо вас обслуживают, почему никакой отчетности не предоставляют? А именно, какой отчетности? Ежегодно управляющая компания должна предоставлять отчетность. По словам людей, отчетности не было никогда. За все 7 или 8 лет, сколько они вас там обслуживают? 7 лет. Редакция программы «Управдом» выяснила, что Антонина Щербина неспроста отстаивает интересы омского ЖКХ. Нам удалось связаться с одним из бывших сотрудников управляющей компании. Антонина Максимовна там обрабатывала диспетчером. Некому принимать звонки, ей телефон на красный пункт 3 подвозит, вот она там принимает эти заявки. Первый иск Антонины Щербина остался неудовлетворенным. Теперь пенсионерка подала второе заявление. Пока это дело рассматривается в суде. Жильцы дома «Ан-30» на красном пути написали коллективный отказ от оплаты услуг омского ЖКХ. Редакция программы «Управдом» в свою очередь просит считать этот материал основанием для проверки органами прокуратуры исполнения жилищного законодательства управляющей компании Омской ЖКХ. Если в предыдущей ситуации жильцы дома объединились и вместе борются за смену управляющей компании, то в следующем сюжете мы расскажем о ситуации, когда жильцы не могут найти общий язык друг с другом. Поэтому и проблемы в доме не решаются. Инициативная группа членов ТСЖ «Любинский-2002» обратилась в нашу редакцию с необычной просьбой поприсутствовать на общем собрании. Зачем? Смотрите в нашем материале. Хотят продать дом Левобережью и собрания не будет. Такими надписями неизвестные сопровождали объявления о проведении общего собрания членов ТСЖ «Любинский-2002». Предвидя скандал, говорит инициатор собрания Людмила Перетяг, решила пригласить съемочную группу программы «Управдом». Мы боялись, что сорвется собрание. Мы просыпаемся, у нас все объявления сорваны. Мы пойдем поклеим, они опять срывают и пишут объявление, что собрания не будет. В присутствии журналистов собрание действительно шло по заявленной повестке. Но как только камера не позволила продолжать съемку в сумерках, и мы покинули собрание, его сорвали. После того, как вы уехали, и началось у нас, то есть закончился отчет, и пошел вопрос по переизбранию управления. Все, у нас скандал, у нас крики, у нас вы не имеете права, какое вы имеете право, покажите кандидатов, у нас все есть. Вы дайте нам проголосовать. То есть ничего нам не позволили сделать, хотя мы имели на это право, это все переизбрать правление. По словам инициаторов собрания, вопрос о смене правления в повестке и стал яблоком раздора среди членов ТСЖ. Хотя процедура не противоречит нормам жилищного законодательства и уставу товарищества. Но этот вопрос был не единственным в повестке. Члены ТСЖ уверяют, по-другому решить накопившиеся в доме проблемы не получается. Собрания не было больше 10 лет, а правление товарищества намеренно не собирает жильцов вместе. Председатель ТСЖ Анна Титова такое обвинение отрицает, говорит, жильцы решают вопросы заочным. Пусть решают уже жильцы, я одна ничего не решаю, никогда. А как вы решаете тогда, если у вас нет общих собраний? Заочное голосование, когда это самое, у нас анкеты. Анкеты, говорят, члены ТСЖ достаются лишь избранным. Два года подряд жильцы просили председателя организовать общее собрание. Но им отказывали, ссылаясь на пандемию. Теперь в системе ГИС ЖКХ они обнаружили протокол. Собрание все же было, но без их участия. С вопросом, как аннулировать такие решения, мы обратились в Государственную жилищную инспекцию Омской области. Если члены ТСЖ обнаружили в системе ГИС ЖКХ протоколы общих собраний, которые, по их мнению, не проводились, им нужно обращаться в суд, чтобы эти решения признать недействительными. Если члены ТСЖ знают, что собрания проводились, но протоколы не размещают в системе ГИС ЖКХ, то им нужно обратиться в ГЖИ. Тогда ГЖИ применит меры реагирования к товариществу. Пока члены ТСЖ решают конфликты между собой, в домах разрастаются проблемы. Это видео прислали нам жильцы одной из квартир. Из крана течет вода рыжего цвета. По словам жильцов, они единственные в микрорайоне, жалуются на ржавую воду и несколько раз обращались в правление ТСЖ с просьбой заменить внутренние коммуникации. На общем собрании в присутствии съемочной группы председатель Анна Титова отчиталась. Звонила в водоканал, сказали, проблема вне дома, менять трубы не имеет смысла. Редакция программы «Управдом» передала жалобу жильцов в водоканал. Выяснилось, обращение от ТСЖ «Любинский-2002» не поступало. По нашей просьбе специалисты выехали на место и взяли пробу воды на границе внешних и внутренних сетей. Проба воды, взятая на границе ответственности, соответствует всем требованиям. И никакого опасения здесь нет. Соответственно, ржавая вода прийти по нашим сетям не могла. Это где-то и уже распространилось в разводке внутри домовой. Есть у членов товарищества и другие жалобы на работу правления. Например, некоторые жильцы оплачивают услуги ТСЖ без чеков. А за работы, которые должны выполнять за счет текущего ремонта, требуют деньги. Такие действия эксперт в серии ЖКХ «Мореза» здравных считает неправомерными. Чтобы по бухгалтерии это правильно проводилось. То есть прием денежных средств осуществлялся по квитанциям, были чеки. И у человека ввелся лицевой счет, в котором это отражалось, квартплата, которая была оплачена. И вне зависимости от того, человек пользуется интернетом или нет, квитанции за содержание жилья ТСЖ должно размещать в гирже КХ и, естественно, отражать оплату по ним. А если происходит течь именно на отсекающем кране, который отсекает данную квартиру, от воды, то есть на первом отводе от стояка, то здесь, естественно, это общедомовое имущество, даже сам кран. Поэтому у нас даже в Омске были ряд ЖСК, которые не хотели это признавать, и есть судебные решения. Поэтому и отключение самого стояка, эта аварийная ситуация, она бесплатно производится, и замена должна осуществляться за счет содержания жилья. Уже есть вопросы к работе правления ТСЖ и у правоохранительных органов. В частности, прокуратура Кировского округа внесла представление по вопросу отсутствия у собственников жилья прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями. Чтобы проблемы в домах решались быстрее, жильцам все же придется организоваться, провести общее собрание и принять решение по ремонту. Иначе им по-прежнему придется пить ржавую воду. Ну а на другие вопросы телезрители ответит наш постоянный эксперт программы Никита Дюкарев. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Юсенина Ауха проживает на Заозерной-3. Спрашивает, меня затопили соседи. Составили акт, сказали, что сделают ремонт. Я стала ждать, собрала обои, купила их новые и так далее. Они теперь отказываются, соседи. Говорят, что я должна была сдать эти обои на экспертизу, что у них прошел срок годности. Разве это имеет значение? В случае причинения ущерба стороны вправе договариваются об условиях возмещения причинения такого ущерба. В случае, если ваши соседи добровольно вам причиненный ущерб не компенсируют, вы имеете право обратиться в суд. Но в суде вам необходимо доказать причину следственную связь между причинением ущерба и действием или бездействием соседей. Также размер самого ущерба. Вот как конкретно здесь потребуется проведение экспертизы. И следует отметить, что прежде чем обращаться в суд, нужно провести данную экспертизу и уже с заключения эксперта обращаться с иском к соседям. Надежда Петровна интересуется. На общее собрание инициативная группа жильцов нашего дома вынесла на голосование вопрос о наделении старшего по дому полномочиями по изменению способа формирования фонда капитального ремонта и выбора банка и заключения договора. Вот законно ли это? Если в вашем случае речь идет о председателе Совета Дома, то наделение его такими полномочиями незаконно, поскольку это прямо противоречит жилищному законодательству, в жилищном кодексе прямо предусмотрен запрет на наделение полномочиями председателя Совета Дома по вопросам, которые относятся к исключительной компетенции общего собрания собственников. Конкретно решение по данным вопросам и относятся к компетенции общего собрания собственников квартирного дома. В этой связи даже если собственники примут положительное решение по данным вопросам, то такое решение будет ничтожным, поскольку оно противоречит закону. Татьяна Пивина проживает на 4-й кордной и спрашивает, ежемесячно мне начисляют ОДН на холодную и горячую воду, хотя расходы на общедомовые нужды у нас не имеются. За холодную воду начисляют по 2,90, а за горячую от 20 до 200 рублей в месяц. В управляющей компании говорят, что это мы платим за неплатильщиков. Правда ли это? И законна вообще такая система оплаты? Распределение платы за коммунальные ресурсы на ОДН управляющей компанией незаконно. В вашем случае я бы рекомендовал обратиться вам с письменной жалобой в ГЖИ ОМСК с требованием проведения проверки на предмет правильности начисления платы за коммунальные ресурсы на ОДН. В случае, если ГЖИ установит нарушение закона управляющей компании, то привлечет ее к административной ответственности и обяжет произвести перерасчет. Игорь из Омска спрашивает. Знакомому выделили квартиру по программе переселения из ветхого аварийного жилья. Квартира в ужасном состоянии. Входная дверь закрывается навесным замком. Газ отключен за неуплату прежними собственниками. Проводка горелая. Знакомый согласился. Сказал, что будет приводить жилье в порядок. Но разве нет требования к предоставляемому жилью муниципалитетам? При предоставлении другого жилья взамен того, которое находилось в аварийном доме, должно предоставляться жилое помещение равнозначное и благоустроенное. В вашем случае я рекомендую на фото зафиксировать все нарушения, которые были вами выявлены при приеме жилого помещения. И обратиться с жалобой в прокуратуру вашего района с требованием проведения проверки. В случае, если по факту проверки, результаты такой проверки вас не удовлетворили и жилье вам не заменили, то следует иметь в виду, что необходимо обращаться в суд. А вот эти фотографии прислали амичи, живущие на улице Пократиона. Они возмущены тем, что соседи паркуются на газонах. Что делать с такой ситуацией? В данном случае необходимо напрямую обращаться в ГИБДД с заявлениями, поскольку владельцы данных автомобилей нарушают ПДД, а именно нарушают правила стоянки. Поэтому в вашем случае вам необходимо написать заявление, приложить к нему фото и видеоматериалы, на которых будет зафиксировано, во-первых, автомобиль, во-вторых, их государственные номера, а в-третьих, их расположение так, чтобы можно было понять, что они действительно нарушают закон. И данные заявления направят в ГИБДД. ГИБДД пройдет проверку и привлечет гражданинников к ответственности. Спасибо Никите Дюкареву, эксперту нашей программы, за исчерпывающие ответы на вопросы телезрителей. До свидания, Владимир. До свидания, уважаемые телезрители. Надеемся, что советы нашей программы будут для вас полезными. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Свои вопросы задавайте нам по телефону редакции и оставляйте в группах в социальных сетях. Увидимся через неделю. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»